Мы начинаем с вами, с Божьей помощью, 46 главу пророка Ишаяву, двигаемся вперед, и начинается она с двух стихов, с двух пасуков, которые, к огромному сожалению, перенесут нас в не очень приятную тематику. Но сначала мы прочитаем просто Пшат, простой смысл этих пасуков, которые находятся в комментариях Мальбима. Раши сразу предпочитает цитировать Талмуд, вот этот не совсем приятный, не совсем, скажем так, вкусный момент. А вот Мальбим дает простой смысл этого текста. Давайте для начала его прочтем, я вот тоже его у себя открою. Я, если помните, посылал вам ссылочку на текст. И это у нас с вами как раз вот глава 46 пасук Алиф. Смотрите, что написано в этом тексте в пасуке. Бэ, Кара, Бель. Преклонился Бель. По всем мнениям. Слово Бель – это название. Имя вавилонского идола. То есть вот от слова Бавель. А где же это самое? Я не вижу этот список. Вы не сделали? Смотрите, я ссылочку давал в нашем WhatsApp. Да, было, было. А там вот сейчас, как вы сделали, не будет так? Это чуть попозже я сделаю. А, окей. Сейчас, если можно, откройте просто ссылочку на пасук, как обычно, да? Share screen. Показать свой дисплей я обязательно сегодня еще успею. Сейчас просто давайте откроем пасук сам. Так вот, Бель от слова Бавель. Вавилон. Это название вавилонского идола. Кара-бель. Склонился Бель. Корэс-нево. Корэс – это очень интересное. Крайне странное слово, использованное пророком Мишаяву, от слова красим, крючки. Скрючился. Очень редкий глагол. Так вот, склонился Бель и скрючился нево. Нево – это название еще одного вавилонского идола. Немного странное, неприятное даже начало 46 главы. Зачем-то рассказывается про поведение и состояние вавилонских идолов. Гаю Ацабейгем были их, ну, в данном случае, идолопоклонники. Сейчас это Мальбим объяснит. Но вы знаете, что слово Ацабим от слова Эцев, печаль, печали – это переносное значение, которое используется периодически в Танахе для того, чтобы обозначить идолов. Ацабим – так они называются, печали. То есть, то, что вообще находится на грустной стороне мира. То, что наводит грусть на всех правильных людей, так определяют в переносном смысле очень часто наши пророки – это ужасное явление идолопоклонства. Так вот, эти Ацабеи, они, в данном случае, не сами идолы, может быть, а те, кто им служит, ну, Папшату, по простому смыслу, который сейчас нам доложат, великий наш комментатор. То есть, они как бы уподобились животным и скоту. О чём разговор? Кто кого несёт и что вообще здесь происходит? Ну, я, как часто это бывает, позвольте немножечко поцитировать нашего великого комментатора Мальбима, который проясняет здесь ситуацию и говорит следующее, что человек – речь идёт о людях, а не о самих идолах, которые куда-то кланяются или скрючиваются. Человек, который поклоняется этому божеству под названием Бель, и другой человек, который скрючивается перед другим идолом под названием Нево. Вот эти люди, отцабеем, то есть, из-за того, что они связаны с их идолами, с этими отцабеем, с печалями, с этими, они становятся подобными животным и скотам. Люди, которые поклоняются идолам, которые унижаются перед деревяшками, перед железом, эти люди уже теряют человеческий облик. По статусу они сравниваются с животными, со скотом. И дальше он говорит, что вот те, кто несёт идолов, они отличаются тем, что несут этих идолов, естественно, на себе, на своих плечах. А сами идолы ещё к тому же, как здесь написано, нагружены ношей. То есть, на идолах ещё есть всякие специфические украшения, иногда довольно тяжёлые золотые украшения на идолах. И вот эту всю амуницию идолопоклонник на себе тащит. Вы вот это всё на себе несёте и производите, конечно, крайне жалкое впечатление. Давайте сразу нажмём на левую стрелочку в пасуке и прочитаем второй стих, потому что они друг от друга не отрываются, эти два пасука. Во втором пасуке ведь написано «Карсу скрючились», «Кару склонились», «Яхдав вместе», «Ло Яхлу не смогли Малет Маса спасти ношу», «Венавшам и душа их башви Галаха в плен пошла». И это о чём? По всей видимости, о падении Вавилона. Такое, опять-таки, долгоиграющее пророчество на много лет вперёд. Пророк Ешаяву говорит, что сейчас вот эти вот идолопоклонники и, соответственно, их идолы должны были идти в изгнание, потому что Вавилон был разрушен, и люди разбегались. И вот здесь объясняет Мальбим, они несли в изгнание с собой своих идолов. Почему написано в предыдущем пасуке, что они несут их, как Мальбим говорил, несут их на плечах, потому что они уходят из дома, они уходят вместе со своими идолами в изгнание, эти Вавилоняне. И несмотря на то, что, получается, их боги не спасли их от поражения, не спасли их от изгнания, они всё равно тащат этих богов с собой. То есть, что значит в этом втором пасуке? Не смогли спасти нож. То есть, эти идолы, получается, самих себя не могли спасти. Не могли спасти, естественно, тем более тех, кто им служит от изгнания, от унижения, не смогли спасти. И душа этих идолов, почему-то сказано, именно душа, уходит в плен вместе с теми, кто этим идолом служил. Очень любопытная тема и такой специфический поворот рассказа об идолопоклонстве. Мы много говорим об этом страшном явлении, и, наверное, прежде всего потому, что у этого явления есть некая более широкая трактовка, связанная с нами, лично с нами, с тем, как мы себя ведём. И, конечно, когда я сегодня заглянул в этот текст и вспомнил его, живо представились мне совершенно иные картины. Не то, как какие-то давно забытые вавилоняне уходят в изгнание и тащат с собой свою религиозную культуру, а представилась мне, как мы с вами, например, перелетали через океан и притащили с собой все свои тамошние ценности. Вот эти вот советские, российские ценности, которые были перенесены через океан, или другими людьми, которые уехали там в Европу или на Святую Землю, были привезены туда. В том числе и самые далёкие, прямо скажем, от еврейства ценности. Минут 15 назад, буквально только что, мне прислали видеоролик со Святой Земли на таком красивом иврите, где поются песенки, связанные с поздравлением всех жителей Святой Земли, всех израильтян. С Новым Годом нееврейским! Так, для истории хочу сообщить, что у нас урок проходит сейчас 31 декабря вечером, и, разумеется, никаких поздравлений с далёким от нас по идеологической своей конве праздником мы не говорим, и, разумеется, к огромному сожалению для многих, не сможем никого с этим поздравить, но так или иначе, вы понимаете, это та самая ценность, тот самый Бель или Нево, вот эти вот имена идолопоклонских богов, башков, которые пали вместе с Вавилоном, и, тем не менее, вот эти вот вавилоняне, которых эти башки никогда не спасали, ничем им особо не помогли, они всё равно своих этих башков с собой потащили, ну, прям очень похожи, советские, российские ценности, в которых мы жили, сильно ли они нам помогли, здорово ли они нас там осчастливили, хороший вопрос, кого-то больше, кого-то меньше, но чаще меньше, чем больше, и, тем не менее, поскольку люди на этом выросли, разбежавшись, нет, я не буду говорить, как тараканы, просто разбежавшись, без эпитетов, из Советского Союза в разные стороны, мы с вами эти самые ценности обязательно, просто неминуемо потащили с собой, и где бы мы ни были, этот несчастный Салат Оливье, этот от слова «Нево» от имени идола, «Нево», «Новый год», этот, который уже в одно слово на иврите произносится, знаете, жители Святой Земли, которые переняли это у русских репатриантов, они «Нови год» говорят, «Нови год» — это одно слово у них такое, да, вот это то самое, что здесь написано, тащить с собой то, что на самом деле по-хорошему, этого не заслуживает. Я сразу прошу прощения у всех, кто любит Новый год, Новый год, кто его празднует, кто завтра проснется в теплой тарелке с салатом Оливье, «Я у всех прошу прощения, но продолжаю стоять на этом, остаюсь при своем», утверждая, что эти ценности во всяком случае для представителей еврейского народа, для людей, которые обогащены иными, скажем, гораздо более высокими, чем то положение головы в салате Оливье, которое было упомянуто, ценности. Мы с вами не должны это все тащить с собой из тех мест, в которых когда-то это с нами было. И в данной ситуации, вот этот вот момент, «Ло Яхлу Малет Маса», говорит пророк Ишиеву, они ничего не могли спасти, эти идолы Вавилона. Они ничему не могли помочь. И тем не менее, тех, кто им служил, это никак не остановило. И идолопоклонники схватили своих богов, тащили их с собой, продолжали им молиться. Такая совершенно абсурдная ситуация. Римляне, который будет гораздо позже, они хотя бы прагматично относились к своим божкам. Если божки не помогали, они их меняли на новых, из-за этого в Риме, в конце концов, оказалось более трехсот разных богов. В конце истории Древнего Рима. Потому что, ну, если один не помогает, ты находишь кого-то другого. Если этот не помогает, следующего. В общем, таким образом эти божки плодятся и размножаются. Это хотя бы прагматический подход. Ты понимаешь, что эта деревяшка тебе не помогла. И уж хотя бы не продолжаешь этой же деревяшке поклоняться. Да, ты делаешь следующую глупость и начинаешь поклоняться другой деревяшке, ну, уж во всяком-то случае. Это такой общечеловеческий на то время абсурд. Все тогда, ну, большинство людей поклонялись идолу. Но вот так вот, чтобы он тебе не помог, ни от чего не спас, чтобы тебе после страшного разрушения твоей собственной страны, поражения твоей армии, нужно было бежать, и ты бы этого идола с собой тащил, целовал, обнимал и продолжал ему молиться, это, конечно, гораздо более сильная позиция. Кто-то скажет, что это высокий пафос. Да, может быть. Если бы речь шла про истину, то тогда бы мы не стали привязываться к мелким историческим неприятностям. То есть, если бы речь шла о вере в единого Бога, которую мы всю историю отстаиваем, и которую мы с собой таки везде таскаем, и даже тогда, когда Бог не защищает нас, даже тогда, когда Он нас не спасает. Другое дело, что Он очень часто нас, да, защищал и спасал, и выводил из Египта, и давал нам возможность одержать величайшие победы в нашей истории, но даже тогда, когда Он этого не делает, по нашим большим грехам отворачивается от нас, не про нас будет сказано. Мы все равно продолжаем нести веру с собой. Это одна ситуация. Но когда речь идет про поклонение деревяшкам, этот пафос, в общем, очень быстро обесценивается. Вы, наверное, понимаете, что я имел в виду очень известную фразу, написанную человеком, чье двухсотлетие со дня рождения вот в этом наступающем нееврейском году будет отмечать вся прогрессивная русскоязычная общественность. Федор Михайлович Достоевский говорил, что если истинно не с называл имя своего божества, и даже если все неправда и все неправильно, я все равно остаюсь с и называл имя своего божества. Это, конечно, очень сильный пафос. Безусловно, если бы речь не шла про человека, если бы речь не шла про божество некое, а если бы она, например, эта речь шла про единую картину мира, в которой есть единый творец, это было бы, конечно, очень красиво и очень сильно. В общем, от этих всех замечательных рассуждений, почему я тут вот сижу нужу, мы должны будем с вами перейти к довольно неприятной, как было заявлено, невкусной тематике. Что это за невкусная тематика? Я сейчас покажу вам наш документ с Божьей помощью, в котором эта тематика присутствует. Вы видите перед собой, значит, трактат Мигела сначала в нашей бумажке, да. Мигела Акаф Гэй. И здесь говорит Талмуд Амар Равнахман. Говорит Равнахман, коль лейцанута Асира. Великий и могучий арамейский язык, но в данном случае это слова очень близки к еврейским, коль лейцанут Асура, или Асур, да, всякое насмешничество запрещено. Бар, кроме лейцанута, кроме насмешничества, далит аин заин сокращение, вот видите, да, могу даже теперь выделять, показывать вам, видите. Далит аин заин, это де авудазара. То есть, насмешничество надо додал поклонствам, единственный вид насмешничества, который разрешен, де шарья, который разрешен, шарья по-армейски разрешен. Дихтиф, как написано, вот он этот наш пасук, замечательный, видите, да, кара бель, корэс нэво, склонился бель, скрючился нэво. Ухтиф, и написано, карсу, скрючились, кару, преклонились, яхда, вместе, ло, яхлу, малет, масса, не смогли спасти нож. Совершенно непонятно, в чем здесь насмешка, если мы при этом смотрим на комментарий, магов. То есть, если говорить о том пшате, который мы только что с вами имели удовольствие разобрать, в этом пасуке совершенно не просматривается ничего смешного, никакого издевательства над идолами. Речь идет просто о констатации вот этих вот грустных фактов, о которых мы говорили выше, о приверженности идолопоклонника своей вере, даже тогда, когда несостоятельность этой веры уже многократно доказана. Оказывается. Как здесь у нас, например, комментирует просто Раша. Как понимает это Талмуд. И дальше это, в общем, я уже не стал это цитировать, довольно жесткую формулировку, которая дальше, но я ее так. На словах скажу, здесь оказывается совершенно другое понимание. Именно издевательский тон насмешка над идолопоклонством. Какая? Очень грубая. Какое идолопоклонство, такая и насмешка. Люди грубо вырезали из дерева себе богов, ну и такой тон насмешки грубый, вырезанный грубо. выбирается пророком Ишайя. Оказывается, преклонился Белли, скрючился на его, это два идола, которые сравниваются с людьми, с двумя личностями, которым плохо с животом. Они, видите ли, так вот преклонились и скрючились, потому что им надо скорее-скорей в туалет. и они нагружены ношей, то, что дальше написано в этом первом пасуке, который мы читаем, это имеется в виду совершенно конкретная ноша, которая у них в кишечнике находится. И вот они с этой ношей, бедненькие, бегут к туалету, и в результате, как мы увидели во втором пасуке, они таки не смогли спасти свою ношу. То есть они таки ее до туалета донести не смогли, и как вот в очень распространенном анекдоте, постоянно повторяем и рассказываем известным российским политикам, когда советские войска вошли в Берлин, какая-то там бабушка, у которой было три туалета, золотой, серебряный и бронзовый, не успела ни на один. Так вот, как раз об этом. Не то, чтобы тонком юморе, и не то, чтобы изящном издевательстве над идолопоклонством оказывается в Талмуде речь идет. Откуда мы это знаем? Например, потому что в следующей фразе в Талмуде говорится, что человек, верующий в единого Бога, может иметь право сказать идолопоклоннику засунь своего идола и произнести тот простой адрес, который, как вы все прекрасно понимаете, здесь имеется в виду. Совершенно неожиданно разъясняется в наших каббалистических книгах, что это грубая, жесткая насмешка над дедолопоклонством здесь имеет серьезнейшие мистические кормы. Не как-то по-другому. Вот именно так избрал пророк Ишаяу путь, способ издеваться над дедолопоклонством именно с помощью вот этой туалетной темы. Что вдруг? Оказывается, аж в Эсхай шарпсор это махаль, когда речь идет про отходы пищевые, когда Резаль, великий наш каббалист объясняет вообще, как это все работает. Ну, мы с вами неоднократно говорили о том, что изначально до первого греха, до того, как зло вошло внутрь человека, этого всего не планировалось. Не планировалось, что человек будет проводить часы своей жизни, ну, честно скажем, большую, слава Богу, не больше, большую часть своей жизни будет проводить вот в этом вот согбенном скрюченном состоянии будет находиться в туалете. То есть изначально Творец создавал человека в этом смысле конечно другим. Вся еда у человека должна была усваиваться. Продукты должны были переходить в человеческое ткани, в тело абсолютно органичное, без остатка, без выбрасывания шлаков. Так было сделано, то есть идеальный, не поврежденный первым грехом мир, он собственно был на это изначально запрограммирован, что человек потребляет пищу, так же как мы потребляем информацию, человек потребляет пищу и вся эта пища становится полезной для человеческого организма и нет никакой грязи, нет никакого мусора, который нужно каким-то образом более или менее мучительно из себя выжимать, выкидывать. То есть изначально вообще все должно было быть не так. Но мы понимаем, что когда Адам и Хава первые люди запустили внутрь себя зло, они в том числе поломали себе вот эту вот систему восприятия продуктов, систему восприятия пищи внутреннюю. И из-за этого теперь пищу человека усваивается очень плохо периодически, иногда не усваивается вообще. И даже тогда, когда усваивается хорошо, все равно образуются шлаки, образуется мусор. И объясняет Аризаль, что этот мусор, как и все, что касается зла, но это продукт, очевидный прямой продукт зла, этот мусор, так этот мусор оказывается имеет силу и имеет значение. именно поэтому в старые добрые времена, там в Талмуде об этом неоднократно упоминается, именно там, где были большие скопления этих шлаков, там водилась всякая нечисть, всякая нечистая сила почему-то концентрировалась именно рядом с этими открытыми местами, где это все хранилось, где это все лежало. И в связи с этим были даже специальные слова молитвы, которые люди говорили, когда уходили из этих мест. Тогда туалеты, к сожалению, были в старые добрые талмудические времена далеко не такие чистые, как сегодня, как вы понимаете, из-за этого все это упомянуто в Талмуде по поводу нечистоты и тех духовно нечистых сил, которые там скапливаются. Так вот оказывается, что так же, как все, что является продуктом зла, так и эти шлаки, этот мусор, который выходит в том числе из человеческого организма, это некая сила, энергия, темная, отрицательная, которая тоже для чего-то нужна, а именно она нужна для идолопоклонства оказывается. То есть оказывается, то, что здесь написано про туалетную тему, про то, что два идола там идут и еле-еле удерживаются и в итоге не доносят ни до золотого, ни до серебряного, ни до бронзового туалета свою ношу. Это оказывается глубоко мистический момент, потому что именно вот от этого всего, от этого навоза всего, от этого всего мусора, от отходов питается энергетически идолопоклонство в этом мире. то есть как явное и общедоступное проявление зла, этот биомусор, который производят люди, он, безусловно, является с энергетической точки зрения распространителем тоже и духовной нечисти. Не только физической нечистоты, но и духовной. Как это часто бывает. Вещь физически нечистая распространяет и духовную нечистоту тоже. Так вот, оказывается, вот эта вот идея просто Бен-Йо-Яда, Хахам-Йосеф-Хаим, великий, великий наш сифарский каббалист, это пишет в своих комментариях к этому месту напрямую. Вот это вот некрасивая фраза, с которой хороший человек, правильный человек, верующий в единого творца, обращается к идолопоклоннику и говорит, ты засуни свое идолопоклонство в себе вот это место, это прямое указание на то, что реально происходит в мире. То есть, именно из этого места, извините, идолопоклонство и черпает свою энергию, свою силу. Что значит идолопоклонство черпает силу? Какая может быть сила у деревяшек? Ну, речь идет, конечно же, не о силе самих деревяшек, а о том, что происходит с людьми, что люди делают благодаря этим деревяшкам. То есть, стоит человек, там концентрируется на каком-то столбе, и у него там что-то получается. То есть, какие-то у него фокусы получаются, благодаря тому, что он концентрируется на этом столбе, раскачивается и завлывает. С какой радостью у него получаются эти фокусы? Это просто столб. А кацет, не просто столб. Потому что, вот видите, есть элементы в этом мире, продукты зла, которые питают энергией все эти процессы отрицательные. Питают энергией весь этот идолопоклонский негатив ужасающий. И в том числе, человек, который раскачивается, завывает и концентрируется на этой деревяшке, он действительно в итоге добивается какого-то эффекта, колдовского, мистического эффекта, благодаря тому, что в мире есть вот это, этот биомусор, который мы производим, в том числе, благодаря этому. То есть, есть какие-то, конечно, другие тоже источники в сфере зла, которые дают силу таким процессам. Но это один из источников. Поэтому именно с этой стороны порог Ишаягу издевается согласно талмудической трактовке над идолопоклонским. Ну, разумеется, давайте мы с вами откроем опять наши пасуки, нажмем на левую стрелочку, пройдем дальше. Третий стих 46-й главы, он представляет собой контраст к этому, ко всему. Смотрите. Шим-У Эй-Лай Слушайте меня, бет Яков, дом Якова. Выход шей-эрит и весь остаток бет Исраэль дома Израилем. А ам-му-сим нагруженные мини вэтен от живота, а несу-им несум мини мини рахам от утробы. Оказывается, очень простое, очень яркое сравнение получается , диаметрально противоположная ситуация с творцом и с еврейским народом, то есть с Богом единым и с теми, поклоняются ему то есть люди которые поклоняются идолом они тащат этих идолов на себе потому что это материальные объекты которые сами никуда не ходят и сами никуда не перемещаются то есть идолов приходится тащить на себе как было сказано выше в шате в простом смысле с маме да когда мы обучали друг друга этим законом передвижений идолопоклонников по разным городам и весям вместе со своими незабытыми незабвенными ценностями так там как раз речь шла о том что служители несут на себе своих богов а здесь ровно наоборот говорит бог обращаясь к евреям а я вас несу причем в двух аспектах видите а мусим мини в этом то есть я нагружен вами с живота как это здесь магом объясняет так как сначала мать несет своего ребенка внутри себя а потомны своим мини рахом они несом и после утробы то есть после родов понятно это довольно глубокое не очевидное сравнение и связано но с тем что до того как душа человеческая приходит в мир она как бы находится с творцом как будто бы можешь сказать внутри то есть ну как мы говорим с вами что это хэлла кэлла каме май что это искра божья человеческая душа да так вот она как будто бы внутри творца находится эта духовность высочайшая и поэтому сравнивается состояние человека до того как он родился с этим вот состоянием эмбриона внутри матери душа в таком состоянии находится дальше после того как человек приходит в меру уже творец тащит на себе так как мать так таскает на себе своего младенца уже в руках не не внутри а снаружи она его тащит вот оба этих момент теперь кто такие очень быстро до дом якова и остаток дома израиля по мальбима получается очень любопытный комментарий первая часть слушайте меня дом якова видите ли касается оказывается десяти колен то есть тех десяти колен которые жили в северном царстве как мы с вами помним и были изгнаны оттуда ассирийским царем санхирива то есть их называет пророки шееву дом якова говорится это пророчество до того как санхирив изгнал 10 колен или после хороший вопрос но желательно чтобы до потому что во всяком случае если это пророчество сказано после изгнания 10 колен то получится некая странность во всяком случае трактовка нашего великого комментатора главного нашего толкователя танаха мальберна ну главного для нас как мы его неоднократно охарактеризовывали до становится очень странно потому что дом якова это вроде как целый дом а дальше написано шеерит бит израиль остаток дома израилева и что говорит мальбим это видите ли остаток от колена и гуды то есть от иудеи от южного царства то есть получается что если речь идет вообще о временах изгнания то есть когда и северное царство и южное царство разрушена не совсем понятно таком случае почему дом якова это 10 колен не написано что остаток от дома якова целый дом а про иудею про и ушелаем про южное царство почему-то написано остаток дома израиля почему слово остаток стоит именно с этой стороны да мы можем сказать что южному царству досталось больше мы можем сказать что процесс уничтожения евреев в южном царстве был гораздо более жестким чем в северном но все-таки несмотря на то что конечно все три похода все три появления санхирива на святой земле ассирийского царя были ужасно как мы неоднократно с вами смотрели изучали разбирались в этом тем не менее все-таки подавляющим большинство и в большинстве своем евреи были изгнаны в плен взяты в плен не то чтобы они там прям вот были тысячами и тысячами перерезаны что как мы знаем было не так во времена когда на вузарадан раба табахин правая рука на выхода носора мавилонский военачальник на вузарадан прибыл в юрушалае там была резня и он убил такое количество людей что до сих пор непонятно сколько и убивал он их профессионально специально поставив отдел на конвейер то есть наверное в этом смысле надо понимать комментарии мальбема да что дом якова как будто бы целый дом якова до 10 колен которые были изгнаны гораздо раньше и северное царство царство как вы понимаете перестал существовать еще при жизни фактически пророка и шая да то есть он он должен был застать всю эту ужасную историю с походами с отхирива он это все видел сам да то есть это это вроде как давно уже произошло гораздо раньше чем разрушение ирушала и тем не менее про этот дом якова про 10 колен сказано как будто они в целости и сохранности но хотя бы потому что их вроде так сильно не убивали их изгнали угнали в полон так сказать теперь что касается 2 фразы шире ты сраиль остаток израиля там конечно действительно остаток потому что была чудовищная резня вавилоняне именно убивали евреев когда южное царство разрушалась поэтому все-таки видите разница между ассирийцами и вавилонянами здесь просматривается и по комментарию мальбема тоже тоже получается ну далее знаменитейший посуд который в некоторых носах ах например у некоторых ассидов читается буквально ежедневно это не и даже не один раз давайте на левую стрелочку нажмем и посмотрим на этот четвертый стих 40 шестой главы пророка и шаягу смотрите ве ад зикна и до старости они у я он известная в танахе формулировка всевышний говорит про себя я он мы вроде бы литературно должны перевести я тот тот самый единственный в ад сейва и до седины они с боль я вытерплю они а сити я сделал в они и са я понесу в они и с боль и я вытерплю почему-то очень известный посудка загадочный вытерплю два раза сказал ва аммалет и спасу вот это собственно знаменитый текст который после молитвы арену шабе в некоторых текстах молитв у нас постоянно читается что же это все значит загадочная фраза до старости я тот опять таки у всего есть простой смысл маме объясняет что в отличие от родителей которые несут детей здесь с творцом отношения гораздо более долгосрочные и единообразные потому что как здесь пишет мальвим сначала конечно родители носят на себе детей но потом приходит день когда уже дети тащат на себе родителей старых немощных здесь не так и от зикна до старости какая такая старость но имеется ввиду до конца твоей жизни то есть тогда когда ты уже будешь стариком я буду оставаться с тобой я буду продолжать себя вести также с тобой как вел себя тогда когда ты был новорожденным бог не меняет своего соотношения с человеком в зависимости от человеческого возраста вариация его и до седины говорит мальвим это совсем старый возраст тогда когда у человека уже не остается практически никаких темных волос на голове и в бороде а если остается совсем мало вот старичка превращается в немощном все равно говорит творец они с боль я вытерплю я буду на тебе себе это все нести но вы знаете что вот этот глагол ли сбой терпеть он еще часто в смысле нести на себе терпеть на себе вес то есть я буду продолжать нести они осети почему это все потому что я сделал что значит я сделал я сделал человек я его создал и поэтому я его нанесу на себе идолопоклонник создал своего идола и поэтому идолопоклонник должен на себе этого идола тащить а бог создал человек и поэтому бог тащит на себе человека кто кого создал тот того на себе несет такая простая логика сначала этой главы проснул нас просматривается опять-таки еще раз и еще раз а ведь и маме в рамках простого смысла старается на разъяснить рассолковать эти сложнейшие вещи но тут конечно очень много чего написано в этом пасуке сикна сейва старость седина два раза глагол с боль буду терпеть ну во всяком случае повторение мы можем объяснить с точки зрения пшата простого смысла тоже можем сказать что количество вот этих моментов когда творец должен был терпеть еврейский народ терпеть человека которого создал оно многочисленное и бывает от цивания из боль до старости я вытерплю это тогда когда у человека допустим есть некая самостоятельность есть некие собственные заслуги его не надо богу постоянно так-то то таскать на себе то есть это метафора то что бог дащит на себе человека тогда когда нет никаких своих собственных самостоятельных заслуг у этого человека но тогда тогда творец все делается человек но есть же те люди у которых есть какие-то свои собственные плюсы свои собственные заслуги так вот это первое слово они из боль я буду терпеть то есть даже тогда когда у такого человека которого собственные заслуги которые вроде как не надо на себе тащить возникают большие идеологические неприятности когда такой выдающийся человек с заслугами вдруг спотыкается может быть не на ровном месте может быть даже на ровном и начинает вести себя неадекватно говорит творец они из боль я это вытерплю ничего потерплю это поведение человека были раньше заслуги и хотя казалось бы человек высокого уровня человек у которого было много заслуг не может вот так вот взять и начать вести себя неправильно неадекватно за то что он вот так вот вдруг начал вести себя неадекватно учитывая его высокий уровень его надо страшно наказывать казалось потому что согласно уровне его согласно его праведности как мы прекрасно знаю могут быть наказание со стороны творца оказывается бывает так что творец это выдерживает дальше они осетивание са сказано я сделал я несу буду нести про тех кто не имеет особых заслуг и про них сказано тоже они из более кто же буду терпеть казалось бы у этих людей тоже есть свои минусы большие также как и предыдущего товарища высоко праведного ранее а ныне сорвавшегося с катушек легко подвести под страшный приговор и сказать что человек такого высокого уровня должен быть и наказан очень страшно за неправильное поведение этих товарищей которые не имели никакого высокого уровня тоже можно очень быстро подвести под приговор хотя бы потому что они постоянно гадят тот хотя бы предыдущий он имел большую часть своей жизни в течение который вел себя прилично эти-то никогда не вели себя целостно адекватно как положено но и сколько можно а не пустить ли их всех вообще в расход они из боль говорит творец этих я тоже буду терпеть и буду их спасать ну как раз на эту тему мы сейчас с вами посмотрим с божьей помощью отрывок талмуда давайте я покажу вам снова этот наш лист который я прислал вам вот это вот видите трактат сангендрин здесь у нас с вами имеет место бы до ламит хэ тридцать восьмой лист трактата сангендрин амар раби иуда скал раби иуда али фрейш видите сокращение мать прям могу вам все выделять али фрейш амар и арабий сказал рав в данном случае один равен от имени другого беша в час шебекеш когда пожелал данном случае любимое сокращение гкбг а кадош бару когда святой благословен он пожелал пожил пожил пожилал ли в рот это адам бить и создать человека бара создал кат ахат группу одну шель малахей ашарет ангелов ашарет служение создал он группу ангелов служения вместо того чтобы создать человек который хотел а марла м сказал им рацион хэм желание ваших зачем-то нужно было творцу узнать желание ангелов которых он сам только что создал но он создал идеальные машины машины по улавливанию и осуществлению справедливость и поэтому как бы вот к этим идеальным машинам вопрос ибо творец того не дай бог никакая не машина он может когда хочет отступать от справедливости в сторону милосердия чего мы его постоянно желаем и чего мы от него постоянно хотим а вот эти машины что они скажут ваше желание на сына без алмей сделаем человека по образу нашим то есть что человека будет что-то от ангелов тоже ну машин это не имели в программе информации пока что амрус сказали ли фанав перед ним замечательное сокращение рэйд бэйд шэйн либо но шарила властелин мир мама масса каковы деянием то есть очень интересно никакого вопроса как он будет выглядеть понятно биться мне по нашему образу то есть он чем-то будет похож на ангелов наверно но дело же не во внешнем виде машина спрашивает всегда идеально точный вопрос задает каковы его деяния амарлаем сказал им как в к массов такие такие деяния ничего не скрыл творец от ангелов рассказала как выглядят наши с вами извиняюсь завержение поступки известное место в тому амруль и фанав сказали перед ним либо но шелила властилин мира знаменитая цитата видите жирный черный шрифт из 8 псалма давида мая нож что человек и тиски рэн что больше его упоминать вен адам не вовремя чихнул плохие нехорошие наши старинные приметы давайте не будем на них обращать внимание так что человек вообще его упоминать не то что создавать разговаривать о нем не следует упоминает вообще такое творение не сказать твой сказали ангелы абсолютно не иметь никого значения бен адам сын человеческий тики тивки д но что ты будешь его вспоминать но видите тут буквально на одну фразу на мы скоро скоро с вами будем проходить это в курсе изучения псалмов давида что-то вот-вот 8 псалом да но это действительно очень важный момент и мы здесь уже до него с вами дошли две части в этой фразе которую выдали машины выдали духовные машины созданные творцом по поводу так сказать то сотворение человек и первая часть моей ножки тиски рэн что такой человек чтобы вообще вспоминать и нож мы с вами говорили это самое такое простое название для человека человека который связан там со словом наша него кимет холим али до забвение то есть слово человек вот это и но в самом простом его значение в самом простом варианте скажем так на святом языке напрямую связывается со словом забвение что известно про человека мы неоднократно это с вами объясняли это слово страшно известно что его забудут все остальные детали да конечно есть люди которых не забываетных очень мало два три поколения все кто там помнит всех своих про про прадедушек так вот это слово нож то есть таких людей которых вообще все забывают то то есть который простые обычные люди о них вообще не следует но даже если это видеть и вторая часть пускам бен адам бен адам бен адам так например всевышний называл пророка и хескер сын человеческий уважительно важный человек человек который не забывается мы знаем всех сыновей адамов и каина и эвели и шета всех сыновей да ну всех конечно нет он еще потом много рожал но в данном случае речь идет о в уважении к какому-то выдающимся человеку все равно ките в кедену зачем ты его будешь вспоминаю будет он простым будет он великим все равно в основном будет разрушать вокруг себя мир поэтому сказали ангелы давай не будем а давай лучше нет не создавать человек но знаменитый момент о шире видите протянул и цба октана палец свой перст свой малый бейнеем среди них правильность как бы творец как бы протянул перст что такое перст творца на какое-то из его качества использована и что сделал следующая строчка у сарафан изжег их то есть группа машин который был осознан для того чтобы ответить на вопрос ответил на вопрос неправильно и было уничтожен дхн карт шиния и так вторая группа да как лишит третья группа амруле фанав сказали перед ним опять ведь сокращение либо нож подала властелин мир решение мши амруле фанах первые которые сказали перед тобой могу ил чем помогли ты уже дважды спросил у ангелов которых ты создал стоит ли создавать человека они тебе сказали нет зачем это тогда все зачем ты задаешь на вопрос чем помогли эти предыдущие коль а у ламку на весь мир целиком шиль хаму твою весь мир твой к маша тару ци ласон все же ты хочешь сделать б олам ха в мире твоем осы делать то есть они довольно быстро учатся эти машины и не желая быть немедленно аннигилированными уничтоженными они заявили уже делать что хочешь что это нам все дает зачем это тут написано какой смысл был вообще создавать этих ангел потом их уничтожать нам хотят показать собственно цен собственно смысл сотворение человек справедливость неоднократно выпьет перед сотворением человека о том чтобы этого сотворения не делать выпьет о том что человек не достоин существовать в этом прекрасном идеальном замечательном мире который творец создал человек все портит давай без него тем не менее несмотря на то что это справедливо это правильно в общем и целом то есть при полной оценке вообще природы человека и действий человека вообще появление человека разумного следует оценить как негативное явление с точки зрения высшей справедливости на это же это здесь прямо написано тем не менее что произошло дальше смотрите киван шейге ляншей дорам а буль когда он дошел до людей дорам а буль до поколение потопа ваншей дор а флага и поколение разделения то есть до потопа и бавилонской башни когда дошло дело машин мекул калим что деяния их испорчены амру лефанах сказали перед ним опять либо на шелла властелин мира но я фэмру решением лефанаха нехорошо сказали первые перед тобой вот те ангелы которых ты на заре творение уничтожил они были неправы ты посмотри что делается как они себя ведут эти твои любимые люди которых ты создал что творят и вот тут все вот заканчивать все вся идея связанная сотворениями вся эта великая история сотворения человек заканчивается на нашем послуке амарлоем сказал им просто вят зик на него и до старости я он вят сейвы они из боли так далее до седины я буду терпеть то есть творец говорит я это буду терпеть ну вот и в общем понимаем нам рассказали ради чего творец это все терпит и не стирает это все ластиком потому что есть отдельные люди и отдельные поступки у некоторых людей которые настолько важны настолько велики даже по сравнению со всей огромной несправедливостью рода человеческого ради которых ради людей ради поступков отдельных стоило это все затевать и стоит это все продолжать неоднократно говорили с вами о мистической трактовке этого выражения я он они куда я это тот я который общается который обращается к миру который более или менее через свои деяния миром постижим агу он название творца это тогда когда мы говорим о сущности божества абсолютно непостижимой для этого мира и как бы отдаленной от уровня материи так творец как раз об этом говоришь и несмотря на то что его амплитуда взаимоотношений с миром исключительно широка от абсолютной непостижимости отдаленности до конкретного участия в детали как мы здесь с вами прекрасно видим он будет все это терпеть не будет просто ру не будет просто он который самоустраняется они я и он оба этих термина и я который с вами общается который с вами занимается который вас тащит на себе и он аспект отдаленности отделенности непостижимость это все вместе работает и больших неприятностей катастроф может быть таких как поколение потопа ждать не следует ну буквально несколько минут мы с вами поговорим про ноаха про его неприятности коль скоро мы как раз дошли здесь с вами до поколения потопа для разговоров об этом момент выхода ноаха из ковчега как мы с вами говорили связанный напрямую заповеди плодиться и размножаться с той самой заповеди которую как раз то тогда и получил мы сами говорили что в начале хумоша пятикнижия плодиться размножаться это не заповедь а просто упоминание о том что должно происходить заповедь в чистом виде дана именно ноаху это парадокс с точки зрения галахи с точки зрения еврейского закона большой парадокс потому что вы знаете существует 7 заповедей для сыновей ноаха существует 7 заповедей которые должны соблюдать все уважаемые представители других народов не поклоняться идолам не проклинать творца не убивать не красть не прикреподействовать не есть живое и установить справедливые суды в этих семи заповедях как вы прекрасно понимаете заповеди плодиться и размножаться вроде как нет то есть получается что заповедь дана ноаху который как раз был так сказать в божаком не еврейской цивилизации а у его потомков у не евреев прямой заповеди прямого указания плодиться и размножаться нет она есть только у евреев как это так получилось мы с вами неоднократно говорили что если какая-то заповедь в торе даже до дарования торы даже кому-то из неевреев дана и потом не повторено на горе синаи то но этот простой способ объяснить то что здесь происходит то это заповедь таки дана нам еврейскому народу который на горе сина и это все получил и нагружать уважаемых представителей других народов и этой заповедью не след но это отдельный разговор так или иначе мы с вами видим что дав эту заповедь ноаху и сказав ему довольно жестко шерцу вас воски шейте на земле то есть старайтесь плодиться размножаться или к возможно быстро творец никакой хорошей реакции от ноха не увидел мы с вами неоднократно говорили о том что но злостно казалось бы просто просто вот прям специально отказывался идти к жене и исполнять супружеские обязанности но первое элемент первый период этих разговоров этой беседы между богом и его великим праведником на тему заповеди плодиться и размножаться его очень как то можно объяснить то есть как-то но оправдывается нами нашими комментаторами вот потому что сразу после вот этой фразы о том что надо воскишать на земле плодиться и размножаться со страшной скоростью с опережением здесь начинается история про завет и знак завета я напоминаю что тут же после этого сказано почему то что бог обращается много этой ними ким вот я устанавливаю и бритит хэм мой союз с вами медзерахэм ахарахэм и с вашими потомками после вас то есть какой-то дополнительный союз должен быть установлен союз этот как явствует из текста из комментариев связан с простой и страшной возможностью повторения полного тотального уничтожения мир потому что если человек люди доходят до такого уровня низкого уровня поведения который уже не предполагает дальнейшее терпение творца который мы только что говорили то есть когда речь идет про поколение потопа то тогда наступает как говорит здесь раши в нашей главе мы это слово вспоминаю сами вот это самое андролы мусия полнейшее уничтожение всей цивилизации как это сочетается стоим стима треком тамуда который вы только что верил ведь я вытерплю что значит вытерплю все уничтожит еще сел вытерпел всех утопил не всех ноах был сохранен со своей семьей специально ковчег все было взяты цивилизации все она была сохранена да но ноах не хочет плодиться размножаться с идеей того что он наплодит этих детей через пару поколений опять всех затопит или сожгут решить еще с ними сделать то есть тотальное уничтожение цивилизации это то что ноах хочет обязательно избежать вроде как уже творец сказал мы только что это учили обоняя запах приятное жертвоприношение сказал что больше ничего не прекратится но это да он сказал но ноаху видимо нужно было больше он хотел заключить договор жесткий договор с богом на тему того что даже при самом что ни на есть омерзительном поведении человека тотального уничтожения мира не будет и ноах этот договор получил видите наш это договор с ноахом и как здесь торе написано со всей животной душой среди птицы скотины все всех 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 кто вышел из ковчега и что не будет больше потопа чтобы уничтожать землю что полного уничтожения больше не будет и дальше написано zot отобрит вот знак союза который я помещаю между нами между богом и между миром и знаменитый от кашти натати пианан то есть мой мою радугу я помещаю в облако знаменитые слова которые говорят о том что знаком союза между человеком богом является это очень красиво и природное явление так получается вы знаете это прекрасно я быстро вам напоминаю об этом что с точки зрения нашей традиции появление радуги это явление крайне отрицательны то есть она конечно очень красивая но даже сказать людям о том что вот смотрите какая красивая радуга не следует нельзя говорить другим людям о том что радуга на ней потому что это как считается кивалифицируется как злословие почему что вы а потому напоминаю вам что появление радуги это знак союза а именно того что творец готов уничтожить мир за его плохое поведение то есть радуга не случайно определенные явления нашем мире обозначаются радугой имеют флаг на котором изображена радуга радуга это знак того что мир дошел до ручки мир дошел до того что его на уничтожать может быть даже необходимо но творец отключил договор с нохом мир остается на своем месте со своими мерзостями и значит этот радужный флаг это радуга этот радужный флаг продолжают находиться на своих местах ничего не происходит уничтожение мира не случится и поэтому конечно когда вы показываете людям то это красивое явление природы говорить его смотри какая радуга это шел и говорить таким образом ты посмотри какие мерзости творятся в этом мире ты посмотри как мы с тобой плохо себя ведем и до чего мы дошли с тобой ну да конечно радуга это атмосферное явление у него есть свои так сказать биофизические параметры и причины просто речь идет о том что любого биофизического явления материального явления в нашем мире есть свой смысл и творец бы не стал создавать не допустил создание таких атмосферных значит явлений и такой атмосферной ситуации таких условий при которых возникает радуга если бы не вот этот вот союз с нохом и если бы не вот этот крайне неприятная деталь согласно которой получается что очень красивое природное явление но вот указывает на столь неприятную ситуацию кроме того вы знаете что с радугой связаны и упоминание о шахине о присутствии творца в этом мире это действительно очень красивое явление то что в нем есть эти семь цветов они связаны с семью качествами которыми творец оперирует в этом мире через который проявляется в этом мире и поэтому в пророке хескере в первой главе написано кемаре пишет что шахина присутствие бога она похоже на вид радуги 7 качеств как 7 цветов воспринимать поэтому тоже глазеть на радугу у нас не принято но увидел и увидел да но так глазеть любоваться это нехороший идея потому что все что похоже на божественное в этом мире нуждается в скромном отношении в осторожности и чем меньше глазеть на то что вредно для глаз тем глазам конечно же будет лучше наверное на этой оптимистической ноте я сегодня остановлюсь пожелаю нам всем того чтобы ближайшие дни с божьей помощью вы знаете у нас большие ближайшие дни будут события в стране во первых нашем штате проходит голосование которое практически определяет во многом судьбу страны на ближайшие годы во вторых у нас 6 января через шесть семь дней должно быть оглашение официальное в сенате результатов президентских выборов тоже там может случиться разное прямо скажу в этот момент пожелаем себе чтобы во всяком случае для нас для наших близких эти все события не стали не дай бог фатальными не привели к большим большим неприятностям чтобы уж во всяком случае не стало хуже нам за последние скажем так 10 месяцев связанные с карантином с эпидемией более чем хватило всего самого доброго дорогие и Продолжение следует...